GameStop.in. Топовые игры по низким ценам. То, что делают Capcom, это просто гениально. Сначала они выпускают без сомнения культовые игры, которые меняют игровую индустрию, а после того, как они морально устаревают, делают не просто ремейк с лучшей графикой, а как бы заново переделывают игру, чтобы и новички кайфанули, при том начали покупать ещё и новые номерные части, и алды получили удовольствие. Однако после ремейка третьей части, которая хотя и увлекала, но проходилась буквально за день, я хотя и ждал четвёртую, но боялся, чтобы они её не испортили. А вот оправдались ли мои опасения или же нет, сейчас предлагаю и обсудить. Приятного просмотра! Но сначала игру где-то нужно купить, учитывая, что в Стиме напрямую в России она недоступна. Можно, конечно, поискать ключи активации на разных торговых площадках, но, во-первых, цены там самые высокие, а если даже и найти подешевле, нет никакой гарантии, что это не мошенник. Поэтому я всегда покупаю игры на сайте GameStop, который работает по принципу вероятности выпадения ключа. Проще говоря, выбранная игра может выпасть не с первого раза, тут кому как повезёт. Однако в любом случае без игры вы не останетесь, это сайт гарантирует. Плюс за счёт этого и цены здесь самые низкие. Поэтому нахожу нужную мне игру, как можно видеть цена разительно отличается от тех, что мы видели раньше, жму купить, оплачиваю, и с первого раза выпал Metro Last Light. Тоже неплохая игра, с ценой подороже, чем заплатил, но не та, которую я выбирал, а потому продолжим. Жму купить, оплачиваю, и со второго раза снова выпала другая игра Seven Days to Die, но с ценой всё равно такой же, как и заплатил. Так что куплю ещё раз. Оплачиваю. И вот таки с третьего раза выпал Resident Evil 4, с ценой куда дороже, чем я за неё заплатил. Ключ же можно забрать в личном кабинете. Ну а как активировать выпавшие ключи, подробное видео есть на канале. Главное, что сайт действительно работает, и всё зависит от вашей удачи. Кому-то может игра выпасть с первого раза, кому-то со второго, или как мне с третьего. Главное не опускать руки. Ведь за три покупки, потратив меньше полторы тысячи, я получил игру с ценой за 4 и 2 игры в подарок. Поэтому ссылку на сайт, если хотите, также оставлю в описании. Ну и ставлю игру на установку, пойду заварю себе какао, и будем приступать к обзору. Четвёртый Resident в своём роде уникальная игра, которая оказала неоценимое влияние на всю игровую индустрию, и в частности целую серию, перейдя от статично закреплённой камеры к виду сзади персонажа. Что позволило увеличить эмоции страха, когда на героя выпрыгивало нечто, эмоции адреналина во время экшена и многое другое. Поэтому, вполне ожидаемо, многие считают эту часть чуть ли не лучшей, а потому некоторые её изменения могут прийтись не по душе. Но, как всегда, давайте обо всём по порядку. И хотя я более чем уверен, что большинство и так знает, что это за игра и о чём она, дабы обзор был более полным, начнём с истории. Тем более, что там тоже не обошлось без новшеств. Действия Resident Evil 4 разворачиваются спустя 6 лет после инцидента в Раккун-Сити во второй части, за который главный герой Леон Кеннеди из обычного офицера полиции стал почти что Рэмбо с настоящим боевым опытом. А потому, когда дочь президента США Эшли похищает культисты из Лос Иллюминатос, видимо, для них это как на прогулку сходить, лучшего претендента на её спасение просто не нашлось. Ведь мало того, что нужно выполнить всё аккуратно, без особого кипиша, так как и действовать предстоит в горном районе Испании, так ещё и жители для разнообразия теперь превратились не в кровожадных зомби, созданных корпорацией Амбрелла, а в неких заражённых загадочной болезнью Лас-Плага с вызванной паразитами, которые поражают нервную систему хозяина и просто берут над ним контроль. Что от обычных зомбарей отличается повышенной живучестью, а также вылезающими щупальцами из башки, как в аниме Паразит. Но главное, эта зараза быстро распространяется, и при этом как-то связана с похищением особи президентской крови. Так что теперь наша задача не только спасти девушку, но ещё и остановить распространение этой чумы. Что глобально, конечно же, повторяет события оригинала, но в некоторых деталях создатели решились на ряд более мелких изменений, некоторые из которых наверняка не понравятся консервативным поклонникам оригинала. Однако даже им позволят ощутить новизну вроде как старой игры. Первое такое отличие появляется уже во вступительном ролике, в котором Леон говорит о том, что его заставили сотрудничать с правительственным агентством. Таким образом, Капком пересказывает события малоизвестной части Resident Evil The Dark Side Chronicles, вышедшей в 2009 году эксклюзивно для консоли Nintendo Wii, из-за чего её многие могли пропустить. А события там весьма важны, ведь история объясняет, что Леон объединился с правительством, дабы защитить Шерри, девочку-сироту, которую тот нашёл в разрушенном Раккун-Сити, и относился к ней как к собственной дочери. И это наконец-то объясняет, почему сейчас он так жаждет спасти Эшли Грэмс, с которой у него нет никаких близких отношений, а в оригинале она более того ещё и раздражала. То есть в этом плане, как мне показалось, ремейк намного лучше соединяет все номерные части воедино, дабы даже те, кто не играл в оригинал, поняли весь глобальный замысел. Также помимо Леона, гораздо большего внимания уделяется персонажам второго плана – Эшли, Лиасу, Джеку и Аде. Первая стала намного менее раздражающая, не орёт на каждом углу, чтобы её спасали, а если она даже надоест, Эшли можно запросто запихнуть в шкаф. И это сейчас не шутка. У нас по сути есть три команды. Это или держаться рядом, или отойти на дистанцию, или где-то спрятаться, чтобы не мешать. И это, как по мне, очень здравое решение. Но всё же юная Эшли ни в какое сравнение не идёт с Адой Вонг, каждое появление которой – это что-то незабываемое. Тем более, что её история, как и Леона, была дополнена за счёт элементов, изначально представленных в игре. Кто играл в оригинал, наверняка вспомнит дополнение Separate Ways, открывающееся после прохождения основной сюжетной линии, где нам даже давали поиграть за Аду. В ремейке, конечно, такой свободы нет, то есть играть за Аду без модов уже нельзя, но за счёт этого неплохо расширяется сюжет. Короче, если просто резюмировать по сюжету, разработчики с уважением отнеслись к оригиналу, но добавили в него много элементов как для новичков, чтобы сложить целостную картину, так и некоторые изменения, о которых я умолчал, дабы не испортить неожиданности для олдфагов, которые прошли оригинал, но также увидят для себя здесь нечто новое. Однако, чего понять и оправдать я не могу – это вырезанный контент, ведь изначально, ещё до релиза, Йосиаки Хиробаяши, продюсер ремейка, заявлял, что они вырезать ничего не будут, только лишь добавят и доработают. На деле из игры вырезали, но не то чтобы много, но пару мест найдётся. И если, например, канатную дорогу можно оправдать сменившимся левел-дизайном и более открытыми локациями с другими проходами, из-за чего под нож также попали ещё и комнаты с лазерами, и лавовая комната с драконом, то вот оправдать удаление одного из самых жутких боссов, который в детстве реально заставлял бегать мурашек по коже, U3, я не могу. Ведь схватки с этим мутантом в клаустрофобических коридорных локациях были одними из самых интересных и пугающих в оригинальной Resident Evil 4. Зато взамен U3 добавили новых врагов, а точнее тех, которых вырезали из оригинальной игры. То есть этакая осовремененная замена, среди которых как новый культист, так и фермер в маске коровы, а возможно даже кузнец за счёт огромного молота, который он может при желании менять на ракетную установку. Из-за этого, кстати, они не ощущаются как-то инородно в общем лоре, а лаконично вплетены в игру, так как изначально и разрабатывались для оригинала. Всех же остальных врагов благо оставили нетронутыми, ну разве только осовременили, подогнали под требования новой графики, за счёт чего они смотрятся, ну если не пугающе, то как минимум жутковато. Да и Леону дали больше свободы в сражениях вместе с новым оружием, болтомётом, который помимо прочего ещё и может пуляться минами. Но настоящая революция произошла в геймплейном плане, ведь если раньше упор делался сугубо на экшен, то сейчас решили добавить ещё и нотки стелса, который великолепно сочетается с дефицитом пуль. То есть теперь персонаж может подкрадываться и наносить критический удар ножом сзади, что существенно меняет всю динамику столкновений на больших локациях, позволяя бесшумно устранять врагов, для чего, кстати, также пригодится вышеупомянутый метатель болтов. Но с этим связана интереснейшая штука. Дабы игра не скатывалась в типичный забег на картонах со скрытыми убийствами, левел-дизайнеры позаботились, чтобы на каждом углу были какие-то активности. То капканы, то леска со взрывчаткой, то ещё один заражённый поджидающий за углом и разное прочее. Поэтому приходится или внимательно всматриваться в окружение, или со временем всё равно агрить толпу врагов. Благо из новшеств также добавили возможность парировать вражеские удары, броски и прочее с помощью ножа. Это, блин, вообще имба, которым можно отбивать всё, что угодно. Но, конечно, он и не бесконечен. У каждого ножа есть шкала износа, которая при использовании быстро расходуется. А дальше или искать новый, или чинить старый, для чего также нужны ресурсы. Главное, эта штука невероятно полезная, но бездумно махать ножом тоже не выйдет, ибо он быстро сломается. Однако в целом, как и в оригинале, Леон двигается весьма вяло, до сих пор не умеет бегать, прыгать или перекатываться, дабы избегать урона. Что особенно напрягает, когда приходится сражаться с ордой врагов, одновременно ведя бой на близкой дистанции, вместе с тем стараясь уклоняться от летящих в тебя топоров, вилл и прочего издали. Но, что забавно, враги также могут дамажить сами себя или своих друзей, что в некоторых случаях также полезно, и можно использовать на свою пользу. Но самое главное отличие от оригинала, теперь Леон не замирает во время прицеливания и стрельбы. Наверное, сейчас это сложно представить, но когда-то, а точнее в оригинале 18-летней давности, для выстрела приходилось останавливаться, что вместе с прицеливанием делало персонажа лёгкой мишенью. Сейчас же можно и стрелять, и двигаться. Кстати, о стрельбе она здесь безупречная. То, как ощущается оружие, то, как оно звучит, притом в разных локациях по-разному, дарит действительно неподдельный восторг. В общем, импакт от оружия суперский. Правда, удручает малое количество припасов, которых, с одной стороны, больше оригинала, но всё ещё не даёт в полной мере ощутить себя Рэмбо, вынося всех из автомата или пулемёта. Из-за чего по-прежнему нужно выцеливать уязвимые места, чаще всего голову, какие-то активности на локации, например, такие как лампы с маслом для поджога толпы с врагами, или же, если заметив, что враг намеревается бросить динамит или же коктейль молотова, выстрелить в него, чтобы взрыв произошёл в руке, или моё любимое – стрелять по коленям, и пока враг теряет равновесие, быстро добивать его при помощи ножа. Но это же и создаёт минусы, ведь большинство боссов теперь не вызывают сложности, просто держишься на дистанции и расстреливаешь их уязвимые места, которые к тому же чаще всего подсвечены. И почему-то лично у меня больше сложностей вызывали обычные враги и мини-боссы, чем обычные боссы, чаще всего которых я проходил с первого, ну максимум второго раза. Зато они выглядят прикольно, как и всё в этой игре. Визуально она очень прибавила по сравнению с прошлыми ремейками, за счёт детализации, разных мелких деталей, которые просто часами можно рассматривать, на открытых сельских локациях чувствуется атмосфера испанской глубинки, а архитектура поражает своей помпезностью. За что как раз отвечает улучшенная версия графического движка Re-Engine, который также привнёс более реалистичную систему разрушения окружающей среды. Кирпичные и деревянные элементы ломаются от взрывов или при столкновении с врагом, эффекты частиц и поведения огня, которые часто и густо появляются на экране, также хорошо проработаны, а физика тела и то, как Леон реагирует на повреждения, показывая раны соответствующие типу и силе атаки, заслуживает отдельного внимания. Как собственно и система отлетания конечностей в зависимости от области попадания, и различное реалистичное поведение NPC. Однако, что заметил, и не сказать, что это какой-то минус, в игре практически нет кутей элементов, которые ранее добавляли напряжённости в определённые моменты. То есть, конечно, здесь есть удары по таймингу вместе с парированиями, но я говорю именно о продавливании кнопки в какой-то эпический момент, что в целом не хорошо и не плохо, ну убрали и убрали. Чё бубнить-то? Как итог, спустя 18 лет после выхода, эта игра возвращается в новом обличье и доказывает две вещи. Во-первых, Capcom действительно делает игры на века, которые остаются великолепными, даже если некоторые элементы уже устарели. А во-вторых, то, что сейчас уже таких игр не делают, и даже Capcom только переиздают культовую классику без попыток сделать столь же значимый новый IP. Но сама игра мне нереально понравилась, и все опасения, которые были до релиза, с выходом просто испарились. Я не олдовый критик, который будет топить игру из-за некоторых новых элементов и вырезанных старых, ибо, будем честны, целостно на игру это не влияет. Более того, такие изменения даже тем, кто знаком с оригиналом, позволят ощутить игру в некоторых местах по-новому. Ну а новичков, эта игра познакомит с классикой, которая в своё время оказала неоценимое влияние на целую игровую индустрию, и ремейк с уважением относится к этому наследнюю, делая просто изумительную игру. Поэтому попробовать рекомендую каждому. Конечно, в Стиме купить её проблематично, да и на разных сайтах цена кусается. Но вы всегда можете купить любимые игры с огромными скидками на сайте GameStop, ссылка на которые есть в описании. Ну а на сегодня это всё, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и до встречи в новых видео, пока!